Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сегодня мы опять вернёмся к автомобилям, которые пригоняют из Европы. Итак, встречаем – Peugeot 508 второго поколения, почти флагман. В последние годы автомобили Peugeot очень похорошели, выглядят классно, собраны качественно, особых проблем не имеют. Мы не устаем повторять, что Peugeot стали достойными альтернативами Volkswagen. 508 второго поколения легко конкурируют с Passat B8. Хотя, безусловно, даже самые богатые 508 не могут предложить полного привода, если не считать очень редкой гибридной версии. Нет, у 508 внедорожной версии типа «Аллтрек», но все необходимые опции в наличии, топовые версии типа GT-Line и GT, выглядят ярко и спортивно, выгодно, отличаясь внешне. Правда, не все фанаты Peugeot предпочитают такие машины из-за дорогих оригинальных шин диаметром от 18 до 20 дюймов. И, кстати, данный автомобиль предоставил нам наш подписчик. Серега, привет! Если вы хотите нам предоставить на обзор ваш автомобиль, то обязательно напишите на почту, которая будет указана в описании к этому ролику. Peugeot 508 второго поколения выпускается в кузове «Универсал» и «Лифтбэк». Почти как супер, только крышка багажника, естественно, не трансформируется, но проем в обоих случаях огромный. В общем, справочная информация. Этот автомобиль был представлен в 2017 году и без особых изменений уже выпускается 7 лет. В прошлом году у него случился рестайлинг. Кузову Peugeot 508 второго поколения пока нареканий нет. Все зазоры между кузовными деталями ровные. Бампер не проседает, как на Peugeot 3008 второго поколения. И крышка багажника не провисает, как у Renault тех лет. И, кстати, внезапно у этих автомобилей безрамочные двери. В зимний период такие двери, а точнее стекла, вызывают вопросы. Зимой такие стекла примерзают к резинкам, если на тех собралась влага, например, после мойки. Как видите, во время открытия двери стекла опускается примерно на полтора сантиметра, чтобы выйти из верхнего уплотнителя. Это стандартная процедура для безрамочных стекол у любых автомобилей. В общем, в зимнее время лучше уделять особое внимание протиранию уплотнительных резинок в проеме. Если стекло не будет опускаться из-за примерзания, то дверь будет проблематично открыть и закрыть из-за того, что не опустившееся стекло будет задевать замолдинг. Но, в общем-то, это стандартные хлопоты владельцев автомобилей с безрамочными стеклами. Ну а если в один прекрасный день это стекло станет криво, то поможет регулировка. Внизу двери, в самом низу, есть две заглушки. После их снятия нужно вооружиться головкой на 5 мм и удлинителем, чтобы добраться до регулировочных винтов. Передний винт регулирует положение стекла вперед-назад, а задний вверх-вниз. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Интерьер у Peugeot 508 второго поколения как у однопилотного космического корабля. Очень футуристично и необычно, и никаких неприятных сюрпризов нет. Поднятая высоко вверх панель приборов не оставила ни шанса проекционному дисплею. Нужды в нем просто нет. Такое решение оказалось удобным, и Peugeot не собирается от него отказываться. Кстати, панель приборов может быть и аналоговой, и цифровой. Мультимедийную систему можно обновлять с помощью фирменного ПО, которое устанавливается на компьютер, скачивает обновления по номеру кузова, которое устанавливается при помощи обычной флешки. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto. Вообще работает классно! Умельцы даже нашли возможность на этой системе смотреть видео с YouTube, а также проигрывать видеофайлы с телефона. Ну, в общем, довольно-таки неплохо. Добавим, что можно активировать не входящие в комплектацию функции, а также перепрошить цифровую приборную панель, чтобы были темы с более богатой комплектацией, например, GT Line и GT. Но для этого надо будет обращаться к специалистам Peugeot. Кстати, в сети интернет есть бесплатный сервис, где по VIN можно пробить комплектацию любой машины от концерна PSA. Также там будет информация об отзывных кампаниях данного автомобиля и информацию можно там найти о ремонте. 90% всех пригнанных Peugeot 508 второго поколения оснащены двигателями 1.5HDI, о котором мы не раз рассказывали. Часто этот двигатель обильно залит маслом по стыку по стилераспредвалов и ГБЦ. А также при пробеге в 150 тысяч километров может обнаружиться утечка антифриза по теплообменнику. Теплообменник стоит очень дорого на сегодняшний день – примерно 800 долларов. Найти его сложно, поэтому можно рассмотреть варианты покупки его из Европы. БУ-шные теплообменники особым спросом не пользуются. Цена БУ-шного теплообменника – примерно 100 долларов. Но хорошие теплообменники вы можете найти сами знаете где – в «АвтоСтронге». Еще у этих моторов есть проблема с цепью распредвалов и ее натяжителем. Цепь растягивается, башмак натяжителя разваливается, в итоге цепь перескакивает. Мотор получает крайне неприятные повреждения. Суть в том, что согласно сервисным бюллетеням, дилеры должны менять постель распредвалов с клапанной крышкой распредвалы их цепь и ее натяжитель на новые. Ширина старой цепи – 7 мм, а новой улучшенной – 8 мм. Постель распредвалов под старую и новую цепь можно распознать по номерам, которые вы видите на экране. Для этого надо снять вот это, надо снять вот эту пластиковую декоративную крышку и вот там будет номер. Ну, а по номеру, который вы опять же сейчас видите на экране, вы можете это определить. А можно также рассмотреть отливку над цепью распредвалов. Вот в этом месте с пассажирской стороны, если характерный выступ в сторону радиатора, то значит цепь нового образца – 8 мм. А если нет выступа и покатая крышка, то тогда цепь 7 мм. Сегодня полный оригинальный комплект для перевода двигателя вот этого на 8-мм цепь стоит примерно 500-600 долларов и продается под единым каталожным номером. Мы пристально следим за этой темой и складывается впечатление, что и 8-мм цепи не стоит доверять. Цепь и натяжитель лучше менять вместе с ремнем ГРМ. Если верить упомянутым выше бюллетеням, то переделка с переводом 1,5-литрового дизеля на 8-мм цепь необходима моторам, которые были выпущены после 31-го, 12-го, 2019-го. Но вернемся к более старым агрегатам – 1,5 Blue HDI, которых сервисные бюллетени не касаются. Дело в том, что 7-мм цепь растягивается, да и башмак натяжителя не вечный. Его надо менять вместе с ремнем ГРМ. Но дело в том, что комплект из 7-мм цепи и ее натяжителя на данный момент практически не найти. Есть аналоги под заказ по $80. А это значит, что если ситуация не изменится, то все моторы 1,5 Blue HDI придется переводить на 8-мм цепь. Что касается ремня ГРМ, то его нужно менять каждые 150 тысяч километров. Новый комплект для замены ремня ГРМ, то есть ремень ГРМ с роликами и даже помпой стоит примерно $200. Что касается двухлитрового двигателя дизельного, то таких проблем он не создает, хотя оба распредвала соединены цепью. Комплект ремня ГРМ без помпы стоит $160. Поэтому двигателю был сервисный бюллетень, который помогает решить ошибку P008B. По поводу завышенного давления в контуре низкого давления проблема связана с открыванием уплотнительных колец в трубочке от топливного фильтра до ТНВД. Двухмассовые маховики на свежих Peugeot 508 второго поколения пока не беспокоят, но есть проблемы с экологией. На самом деле всё стандартно. Отказывает форсунка впрыска мочевины перед сажевым фильтром. Также могут возникнуть проблемы с насосом AOLIS. Эти проблемы, то есть ошибки по этим системам, возникают при пробеге в 150-200 тысяч километров. Даже с сажевым фильтром проблем меньше. Но никто не пытается менять компоненты нейтрализации и очистки отработавших газов. Всё удаляют и отшивают нахрен. Доля продаж Peugeot 508 второго поколения с бензиновыми двигателями на нашем рынке примерно 1%. На самом деле на выбор было два силовых агрегата. 1.2 PureTech поразит вас зубчатым ремнем, который работает в масле. У нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора, поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь на наш канал. Если кому интересна тема этого двигателя, то обязательно посмотрите. Так вот, в первые годы выпуска этот двигатель создавал немало проблем и люди обращались постоянно по гарантии и вплоть до того, что по гарантии меняли эти силовые агрегаты. Но если отменить здоровенные интервалы замены масла, европейские, и менять масло каждые 7500 километров, а ремень ГРМ каждые 150 тысяч километров, то этот задохлик пройдет и полмиллиона километров. Все остальные версии представлены бензиновым двигателем объемом 1.6 и это всем любимый EP6. Есть выбор из подключаемых гибридов, а также есть полноприводная версия с электромотором на задней оси. Вообще, EP6 на сегодняшний день не грозит былыми проблемами, а интервал замены масла лучше сократить до 7500 километров. Говоря о подключаемых гибридах, мы пробили несколько автомобилей по ВИН по базе и были удивлены количеством гарантийных ремонтов и отзывных кампаний. На автомобиль приходилось примерно два десятка ремонтов. За три года пробеги 40-50 тысяч километров. Именно по тяговой батарее были вопросы. Если у Peugeot 508 две педали, то в паре с двигателем работает автоматическая трансмиссия Aisin TG80LS. Надежная, вообще нареканий никаких не вызывает. В ней надо менять частично АТФ каждые 50 тысяч километров. Через пробку в поддоне сливается примерно 3-4 литра масла. Используется АТФ типа Toyota WS, которая аналогична вот этим допускам, которые вы видите на экране. Напоминаем, что в «АвтоСтронг» помимо очень качественных БУ-запчастей есть еще и абсолютно новые. Также есть технические жидкости. Обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, пишите в соцсети, заходите на наши сайты. В общем, ждем. Также у нас еще есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем мотоциклы с минимальными пробегами, в хорошем состоянии, в отличном и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну а сейчас мы погнали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Подвеска Peugeot 508 второго поколения унифицирована с подвеской кроссоверов 3008 и 5008 двух поколений и даже с подвеской Peugeot 308 второго поколения. Подвеска абсолютно не ломучая, то есть долговечная. К пробегу в 200 тысяч километров наступит необходимость поменять шаровые опоры нижних рычагов. Оригинал стоит до 40 долларов, а неоригинальные рычаги в сборе стоят примерно 70. К 200 тысячам километров может появиться стук в передней подвеске со стороны опорных подшипников и их резиновых опорных чашек. Так вот, оригинальные детали стоят до 30 долларов штука. И еще все сайлентблоки можно найти по неоригиналу и недорого. Тяги стабилизатора способны пройти 80 тысяч километров. Стоимость одной штуки по оригиналу – 40 долларов. Ступицы выхаживают 200 тысяч километров. Стоят примерно 140 долларов по оригиналу. Задняя многорычажная подвеска вообще внимания пока не требует. Ассортимент запчастей в виде рычагов и сайлентблоков очень скромный. Ну и в заключении скажем, что в Peugeot 508 второго поколения в систему кондиционирования залит очень дорогой Freon R1234 YF. Кстати, масло для работы системы с таким Freon тоже недешевое. Так вот, в целях экономии заливают обычный Freon R134. И масло для него можно подобрать подходящее подешевле. Вы помните, какой был Peugeot 508 первого поколения незапоминающимся? А вот этот Peugeot 508 второго поколения яркий, красивый, классный, да еще и надежный. Да, есть проблемы с экологией, но они решаются отшиванием и удалением. Да, цепь распредвалов держит в напряжении у самого популярного двигателя 1.5 BlueHDi. Но ее советуют поменять сразу, как только машина к вам приехала. А в остальном этот француз только радует. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».